И всем привет! Меня зовут Влад А4, Глент, Кобяков! И добро пожаловать в ролики с едой! Ура! Подписчики, вы просили в комментариях снять ролики с едой. И вот мы за этим легендарным столом. Сколько же с ним связано? Посмотрите, я даже в старом мерче. Кто помнит такое вообще? Ну и еще у меня старая прическа. Короче, сейчас будет очень много ностальгии. Ну а раз вы просили, а мы сделали, предлагаю поставить под этот ролик лайк. Давайте, ребята, смачный, ностальгический лайк. Правила очень просты. А4 продакшн подготовит для нас очень много разной вкусной, невкусной, плохо пахнущей, кислой, острой еды, которую мы с пацанами сегодня будем есть. Ну а чтобы поместить все форматы с едой в один ролик, нам поможет колесо фортуны. Нам на столы будут приносить еду, ну а колесо уже будет определять, как мы будем ее есть. Ну и конечно же, эту вещь мы, возможно, ждали больше, чем вы. Наше легендарное наказание. Шапалах! В случае, если человек отказывается что-то есть, он надевает кастрюлю на голову. Шапалах! Ох, бодрит. Все, начинай. Первое блюдо. Ребят, давайте перед тем, как открыть и узнать блюдо, крутанем колесо фортуны. Укуси, лезни, ничего, челлендж. Лайф, это лайф, это сейф. Могло быть намного хуже, но ничего страшного, это оставим на потом. Ролик у нас еще длинный, досмотреть его нужно обязательно до конца. Ну а мы открываем. Раз, два, три! Ну зачем сразу жесткого, ау? Ну почему нельзя было с чего-нибудь вкусненького начать, с какого-нибудь киндера, например? Или бунгера. Теперь нужно понять, кто кусает, кто лезнет, кто ничего не делает. Вот он, стаканчик. Я первый. Ой, зря, зря. Кобяков, о май гад, о май гад, о май гад, о май гад. Что нам нужно делать? Ничего? Нет, не может быть, не может быть. У меня ничего! У меня лезни, и как ты догадываешься... Страшный мой сон! Лезнул? Он смачно это сделал? Вообще жестко. Наконец-то! Может, тебе ветров принесли? Как будто бабки дом засолили, знаешь? Вот столько. Ну да, вот столько нормально будет. Рука трясется. Я это вижу в 3D. Ну ты, давай, давай! Давай, давай! Вкусь, вкусь и убирай. Теперь язычком. Я не могу. Язычком просто пройдись так разочек. Вот. То, что было нужно, это то, что было нужно. Оно само вывалилось. Я это не контролировал, реально. Фу! Дайте вытереть слезы. А у тебя еще во рту есть этот? Да! Так нет, стоп, стоп, стоп. Запивать нельзя. Как в старые добрые времена. Так, заберите. Ладно, реально, все как в старые добрые. Двигаемся дальше. Сейчас я предлагаю открыть, увидеть ингредиент, а потом крутануть колесо фортуны. Согласны? Да. Но перед этим, ребята, у меня есть обалденная новость. Вы вообще знали, что у Кобякова появился свой канал, прикиньте? И он называется, знаешь как? Кобяков. Верно! У Кобякова появился канал Кобяков. И угадайте, что он туда снимает? Ни за что не угадайте. Ролики про еду. Но надо признаться, что Кобяков пока что снимает полную дичь вообще. Пурга. Да блин, нормальные ролики вообще-то. Подписчики, вы можете сами зайти и проверить. Пока что это... Но надо признаться, в начале своего пути все делают контент так себе. Но потом набирают обороты. Думаю, у Кобякова будет так же. Какие обороты? Сколько он наберет подписчиков? Ну сколько? Ну миллионов. Ну два точно наберет. Когда ты сказал слово миллион, я уже не поверил. Ты что? Подписчики, ссылка на мой канал в описании. Подписывайтесь. Докажем Гленту. Я, если честно, тоже хочу, чтобы у Кобякова канал немножечко подрос. Поэтому предлагаю и вам, подписчики, челлендж. Два миллиона, окей? Да, если наберем два миллиона и реально зрителям интересно, без проблем. То мы втроем переносим ролики с едой на канал Кобякова. Все в ваших руках, ссылочка в описании. Подписывайтесь и будут вам ролики с едой. Нет, без шансов. Посмотрим. Теперь давайте крутанем перед открытием. Оп. Съешь еду предметом. Ааа, блин, чуть не попало на 100 слоев новинку. Интересно, что это? У нас такого еще не было. Съешь еду предметом. Давайте посмотрим. Раз, два, три. Ааа! Это что такое? Да, вы понимаете, съесть целиком, съесть предметом кучу бобов. Не, на самом деле я такое на завтрак ем. Понятно. А что нет? Это питательно, вкусно. Теперь давайте узнаем, чем мы это будем есть. Сейчас будет зубочистка, зубная щетка, чистка для... Есть! По лицу Глента я вижу, что он урвал самый отстой. Не факт. А, подождите, тут больше при... Да. Лыбится. Ложкой какой-нибудь. Наша палаха будет в этом раунде, да? Почему? Нет, я съем. Я прищепкой съем все спокойно, ребят, не переживайте. Это будет долго, ты будешь тик-тик-тик, а у меня пульт от телевизора. А у меня ложка для мороженого. Так, ложечка для мороженого, пульт для телевизора. Ты тоже увидел, да? Здесь есть кое-что очень удобное. Ну, у меня прищепка, в принципе, надо пробовать. Это как палочки для суши. А, вот такой прищепка. Я думал, прищепка как колючая, для бумаг, знаешь. Давай, давай, наяривай, я, в принципе, понаблюдаю. Воняет кетчупом просто. А, шапалаха. Пора бы уже шапалаха получить. Я как-то не очень хочу касаться вот этой поверхности ртом, поэтому поверхности буду вот этой касаться. Повезло, значит, я могу сделать. Зачерпнуть. Да пахнет вкусно, кетчупом. Вот тебе принеси картоху фри и вот с кетчупом. Попробуем. Нет, пацаны, это очень долго, бейте шапалах. Ааааа! Аааа! Я робот! Я робот шапалах 3 тысячи! Я создан, чтобы бить по голове. Сначала доешь, может быть, кто-то еще захочет шапалах. Нет, теперь я точно доем. Блин, как это отвратительно. Зачем вот эта серба? Не серба. Последний завозик. И за подписчиков. Давай, я пока разогрею кастрюлю. Итак. Меч самурая. Да быстрее ты ударь! Аааа! 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 Тихо, 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 тихо! Аааа! Меня глушит. Смотрите, смотрите, краска от кастрюли у Глента на голове. Аааа! Аааа! Вот это был мощный шапалах. Оооо, алятый, конечно! Козел! Аааа! Я не... Оооо! Это какой-то капец! Ааа, шапалах, как я скучал! Шапалах же является чем? Мотиватором. Мотиватором. Кстати, насчет мотивации, ребята, вы посмотрите, во что мы превратились. Посмотрите, какое качество сейчас, когда нас 28 миллионов. И только представьте, что будет, когда стукнет 40 миллионов. Нам уже не терпится это узнать. Но ускорить этот процесс можете вы, нажав на кнопочку подписаться. Если вы смотрите на телеке, на планшете, на приставке, подпишитесь, пожалуйста. Я понимаю, это непросто, но я на вас рассчитываю. Ну а мы продолжаем. Кобяков крутить! Так-так-так-так-так-так-так. Опа! Нам принесли какой-то белый кувшин. Это, походу, кефир? Я не знаю. Да, это кефир. Окей. У нас сейчас будет большой стакан, средний стакан и рюмка кефира. Фу, у меня стакан. То есть средняя такая вот порция. Кобяков разрушил всю интригу. Вау! Большой кувшин кефира. Я сделал первый глоток. Он как будто газированный. Мне кажется, там уже кусочки масла сливочного есть. Ну вот это по-мужски. Чувствуешь, как растет борода? Чувствую, как растут в рассмотре. А-а-а! За ваш здоровье! Ну а мы двигаемся дальше. Та-да-дам! Давайте в этот раз посмотрим. Кто еще? Давай ты посмотри. Так. Ну это не сильно кошмар. Надо такой. Ну это и не лайт. Это что-то печеное. Пацаны, там просто жесть. Полная жесть. Большая, маленькая и средняя ложка. Челлендж. Пацаны, знаете, что там? Васаби. Что? Это же неадекватно. Может, пацаны, три шапалаха? О, не-е-е-е. Сейчас, подожди. Может, тут маленькая ложечка, а ты просто на язык так... И все, готово. Давай, 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 стакан. Я видел. Ааа, средняя, да? Маленькая. Средняя. Не, я со средней точно справлюсь. Миллион процентов. О, это же печка просто. Я могу первая, если хочешь. Давай. Так, как в старое доброе. О, давай, выплевываешь, это сразу... Ой-ой-ой. Зря так резко, да? Все микробы просто сгинули. Мне кажется, моя слизистая просто... Вместе с микробами. Во-первых, чувствуется горечь. Просто она очень горькая. Схожу за кастрюлей пока. Погружаем. Ладно, шапалах, так шапалах. Кобяков, ты лобак и вообще сильно не ударишь. Пониже опусти. Это кастрюля объемная. Звук хорошо распространяется по всей черепушке. О! Скажешь, когда готов. Ладно, Глентик, давай. Аааааа! Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ааа, сегодня... Тарарира, харарира. Это было в два раза звонче. У меня, кстати, голос поменялся. Ладно, ребята, вроде бы я все слышу, все в порядке. Двигаемся дальше, шапалах заслуженный. Что там? Интересно, а если твердый предмет и выпадет кувшин, то это, получается, этот предмет нужно в коктейль превратить? Получается, что да. Вот этот ингредиент в коктейли лучше не превращать. Так, давай сначала крутанем, а потом узнаем, что будем с ним делать. Что значит 100 слоев? 100 слоев бургера, что это? Что? Бургер, блин, я бы сейчас его просто... Это что? Мы вытягиваем бумажку и смотрим, кому сколько слоев попадается. Аааа, ну нормально, можно, можно попробовать что-то придумать. Блин, съесть, это же невозможно, 100 слоев бургера. Давайте хотя бы, типа, тебе нужно укусить и съесть каждый слой. Ну вот так, в принципе, возможно. Я вижу слово слой, но не увидел какой. Болиииии... Это тупо сейв, ребята. Болииин! А это же просто название, да? Это название твоих слоев, потому что у меня 10, у меня 1, у меня 100. Ребята, здесь такая уморительная ситуация произошла. Смотрите, в каждом бургере мы посчитали 7 слоев. Нижняя булочка, котлета, сыр, кетчуп, лук, огурец и верхняя булочка. Реально, 7 слоев. И вот у Кобякова, таким образом, организовалось 100 слоев. У меня 10. У меня вот 1. Тогда, может, получается, целиком это съесть? Слушай, ну, мне кажется, Кобяков это обычный завтрак для него. Вот. Блин, булочки у них, конечно, фирменные вообще. Раз, 7 слоев за раз. Воу, воу, воу. Погнал, погнал. Ты глубже кусай. Давайте я покончу с 10 слоями. Да, ну не ел бургер, вкусный капец. Я выполнил миссию, смотрим, как его выполняет Кобяков. Или сразу шапалах? Сейчас же за бургеры шапалах. А-а-а, красиво, выглядит красиво. Like a 4 production. У меня слины больше нет в организме. До следующего раунда и... Могу подкинуть. До следующего раунда и наберешь, а мы идем дальше. Погнали. Глент сказал, что знает, что будет следующим. Не знаю, по запаху, почему. Объясняй. По-ко-ся-ка 4 production. Морская капуста. Да, по запаху это точно она. Мы можем в этом убедиться. А-а-а, нет! Вот так. А-а-а, я помню. Мне один раз выпадала такая штука. Пацаны, кручу барабан. Ну что, повторение мать учения. Давайте предмет. Опа, у меня пультик от ТВ. Не понял. Я не понял, потому что у меня слово из трех букв. Угадайте, какое. Рот. Рот. Офигеть. Ша-чапалаха, наверное. Может, за минуту это надо съесть? А-а-а, еще чего. Я помню, что я один раз это съел, поэтому хочу повторить свой успех. Может, тогда был какой-то другой день. Ты просто представь, что это росло в болоте. Рыбы вот своей кожурой этой, вот этой... Ты сейчас не только одну речную тварь ешь, а всех одновременно. Угу. А зачем ты выплюнул? Блин, я это увидел, я не хотел, я не успел отвернуться. Пейте, шапалаха, это нереально. Я просто не могу это описать. Я дотрагиваюсь своими вкусовыми рецепторами, ощущаю вкус болота. Посмотри. Просто он применил рот. Тогда я закинул себя. Так, шапалах уже готов. Мы ждем только, когда Влад не доест и тоже его получит. Я искренне на это надеюсь, по крайней мере. Давайте. Никогда бы себе не поверил, что я могу такое съесть, но я это как-то сделал. Глент, лови. Блин, как неприятно. Шапалах челлендж. Шапалах хороший у нас в этом раунде. Пожалуйста, поставьте лайк. Это единственное, что я хочу сейчас. Много лайков под этим роликом. Леброн Джеймс идет, идет, оббегает в штрафную и прыжок. А что это отлетело? Надеюсь, не Глент. Пока давно не было шапалахов. Они коронные, конечно, да. Двигаемся дальше. Подписчики, давайте вы снова. Так. Поняли, да, что это? Ну а ты крути. Лизни, откуси, ничего. Давай стаканчик. Подожди, я еще ни разу первый не доставал. Да стой, Кобя... Да стой, это же рандом, ребята, успокойтесь. Нет, я чувствую, я чувствую. Кобяк, я уйду с тобой домой, реально, с этим стаканчиком, я тебе клянусь. Достал первый, достал первый. Все в порядке. Лузеры! Ничего, ничего. Ну, соответственно, лизни. Что? Дорблю. Дорблю, боже, вы меня напугали своим смехом. Вообще, я думал, там бычий пенис. Да. И теперь 10 жувков. Раз, два, пять, восемь, десять. Глотай. И мы заканчиваем. Я не знаю, как это ты сделал, потому что водяет жутко. Как будто просто погреб во рту с плесенью. Двигаемся дальше. Оставим максимальную интригу до самого конца. Крути. Большой, маленький, средний рожок. О, нет. Да зачем? Ты ему первым дал. Потому что когда я первый тяну, мне постоянно что-то не то выпадает. Блин, большой! Значит, мне маленький. Смотри, проверяй. Да-да-да, нет, дверь, это до последнего. А, у меня маленький рожок. Итак, разбираем по рожочку. Раз, два, три. Тройной шапалах. Да нет, я съем. Не надо. Да нет, я съем. В принципе, рожок с грибами. Не надо, давайте, стойте, я думал. Нет. Влад, соглашайся на шапалах, я тебе говорю. Подожди, я сейчас попробую. Ты посмотри, в чем он. В соплях. Приятного аппетита. Вдвоем, пускай Кобяков даст нам напоследок и пойдем уже спать. Это ужасно. Он холодный, слизкий, вонючий. Он вымочен в каком-то уксусе, он... Так, я уже нацедил себе нормальный грибаса. Главная проблема в том, что это реально холодная пища. То есть ты тепленький рожочек, вот так вот. Наговаривает, я тебя не слышу. Погнали. Ой, я не могу. Привет, Владос. Это мы, грибы. Слизкие. Вонючие, такие неприятные. Я тебя поддерживаю, Влад. Ты молодец, ты съешь все сам, я тебе говорю. Подвох в чем-то, по-любому. Он мне денег должен? Нет, никакого подвоха, ничего нет, просто приятного тебе аппетита. Как будто улитку ем. Я тебе говорю, это сплошная огромная улитка, которая прошлась по болоту, перешла все болото. И только потом стала соленой, уксусированной, вонючей. Вот, теперь Глент вернулся. Фу, я увидел, как сопля от рожка на тебя приклеил. Ой! Сантиметров 15, такая. Фу, да. О, это как дед в тиктоке, вот это сопли в себя, она такая... Так же, это его сопли, дед. Вот опять Глент с нами. Все, стекло вниз. Я прощаться хотел. Ты что, Кобяков? Ладно, ребята, мы с этим справились. Было очень весело, надеюсь, вам понравилось. Обязательно поддерживаем нас лайком. Ну и если вы вдруг захотите еще ролики с едой, у вас есть два варианта. Наставить кучу лайков под этот видос. Или подписаться на Кобякова. В общем, с вами был я, меня зовут Влад А4. Глент! Кобяков! Всем пока! Глент, Кобяков, Глент, Влад Бумага. Глент, Кобяков, Глент, Влад Бумага. А вы совсем забыли, как летает моя Ламба.